Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Я уже упомянула Финляндию. Там работает более 105 неправительственных, негосударственных организаций, в которых около 15 миллионов членов. Что у нас? Расскажите нам, как у нас фигурирует этот так называемый третий сектор? В Латвии организаций много. У нас есть 23 тысячи организаций. Можно подумать, что в Латвии очень активно и в этом сфере. И у нас на 100 людей есть одна организация. Но на самом деле ситуация не так уж хорошая. Потому что эти все организации очень маленькие. Работает, в принципе, 2-3 и до 10 людей в одной организации. Так что мы еще развиваемся в этом сфере. А 3 тысячи, это действительно много. Они между собой, как коммуникация происходит? Они все входят в ваш гражданский лент? Конечно, нет. Мы объединяем самые большие организации, которые 132 организации. Ну, я бы сказал, самые большие, которые объединяет большое количество людей. И, ну, в принципе, это получается 27 тысяч с половиной частных лиц. И, ну, конечно, это маленькое количество с организацией, но эти самые большие организации. То есть, получается так, что если кто-то захотел создать общественную организацию, негосударственную организацию, ему не обязательно вступать в ваш альянс, чтобы работать. А вот вы назвали 23 тысячи, вот эту цифру. А сколько из них реально работает? То есть, так, чтобы действительно сказать, что она существует, работает. Ну, мы видим, в Латвии, я тоже работаю в Земголь, в Центре негосударственных организаций, мы видим, что с этого цифра большого работает где-то третья часть. А зачем тогда все остальные создаются? Очень легко создавать это. Это тоже результат нашей работы, Альянс гражданского общества в Латвии, что мы, как сказать, законы таковы, и что есть легко делать. Ну, легко ее создать, да. Ну, а зачем? Я думаю, что такую организацию можно создать по разным причинам. Например, есть какая-то идея, какой-то проект есть, и тогда уже люди собираются вместе, создают организацию, реализовывают проект, и тогда организация как-то остается, и ее не всегда ликвидируют. И очень много организаций есть в регионах, где тоже какие-то идеи есть, или, может быть, люди собираются вместе один раз в год. Не очень большие организации, но с какой-то маленькой целью, чтобы что-нибудь сделать вместе. И, в принципе, это очень хорошо, я думаю, но не всегда эти организации активные. Ну, еще я могу сказать, что это Волстеневым Денестс у нас говорил, что они увидят около 19 тысяч организаций, которые, вот не знаю, как это по-русски, годовой отчет сдают, и тогда они считают, что вот эти организации, которые сдают годовой отчет, что они работают, они активны. Но надо еще смотреть не только на самые организации, теперь вот как социальные сети у нас стали популярны и активны. Очень много еще есть и такие неформальные группы, которые, может, еще не создали организацию, но они работают, активно работают, потому что люди там просто нашли какую-то общую или проблему, или идею, которую они хотят реализировать, и вот они это делают. Есть, вот, например, может, вы слышали, есть такая организация PELSA от Силовакии, и они так начали, что просто активные люди собирались, и... А потом в итоге они сформировали уже организацию, да? У нас очень много на радиостанции выступали представители общественных и негосударственных организаций, даже не знаю, как правильно сказать, общественных или негосударственных, наверное, негосударственных, да? Неравидовственные, наверное. Мы тоже говорим, которые из этих терминах лучше. Вообще-то в Латвии официально термин негосударственный, но иногда тоже может лучше говорить, что это общественный, потому что негосударственный – это как-то против кого-то. Против государственных, да. Да, как-то сразу политикой немножко пахнет, да? И это не мы. Подчеркивается, что это не они, это не мы. А может ли человек быть, ну, или организовать, или вступить в общественную организацию, но при этом работать на своей работе и посвящать какое-то время? Или он может вообще, ну, то есть общественная организация станет его работой? То есть может, ну, как бы всем нам надо в любом случае жить и как-то существовать, несмотря на то, что там благое дело, да? Я бы сказала так, как Улдис говорил, обе эти варианты возможны, потому что если мы говорим о регионах, то там эти маленькие организации, я думаю, там, ну, часто люди работают где-то в одной работе, и потом, как, ну, может... Свободное время проводят уже в организации. Ну, например, по вечерам они вступают в организации хора, где-то происходит, или танцы, или что-то такое. Бывает тоже такое. И спортивные организации тоже. А большие организации, вот как наш Альянс, там уже люди работают в полное рабочее время. Скажите, а вот какая тенденция? Их становится больше, и вот как идет эта тенденция? Насколько быстро? Ну, каждый год, я бы сказал, где-то 500 новых организаций создается. Это, конечно, много. У вас нерадостно голос звучит? Потому что этот сектор становится очень таким большим, и мы видим, что мы не можем контактировать с этими организациями, которые не работают, потому что их контакты мы не можем найти, и не можно такие, ну, как сказать... Сотрудничать. Да, сотрудничать. Ну, это и Альянсу немножко труднее. Я бы сказала, что это хорошо. Это означает, что гражданское общество развивается, люди понимают, что они могут влиять на решение. Да, и это хорошо. Но то, что Улбис говорит, это и для Альянса, гражданского Альянса у нас это, ну, как будто новая, я бы не сказала, проблема, но ситуация, которую нам надо решать и думать, как коммуницировать с этими новыми и, ну, вообще-то, всеми организациями. Ну, там же и конкуренция повышается, получается, тоже, да, среди организаций? Ну, это всегда хорошо. А это хорошо, да? Это, ну, конечно, финансирования для сектора немного. Сейчас появляются новые фонды, конечно, но, да, конкуренции больше и больше становится. Но я думаю, что этот факт, что на 100 людей в Латвии у нас есть одна организация, это уже, мне кажется, что это мы, в этом смысле, мы активнее Финландии, наверное. Ну, это единственное, наверное. Мне, опять же, кажется, что конкуренция не очень большая, потому что организации действительно, ну, 20 с лишним тысяч, как будто с одной стороны, но с другой стороны, не все активные, как уже прежде говорили. И это значит, что, в принципе, чтобы повлиять на какие-то большие решения или решать какие-то большие вопросы, например, там по социальным вопросам, там нет конкуренции. Там очень много работы, что ты можешь сделать, как ты можешь помочь людям уже, которые живут в Латвии. И кажется, что действительно нет организаций, которые бы хотели работать, потому что, действительно, если ты работаешь вне государственной организации, это работа. Ты должен постоянно смотреть за решением, за решением, которое принимает правительство или самоуправление. Ты должен помочь людям, и ты должен быть достигнут постоянно. А можете вот привести пример, как именно происходит эта схема? То есть, вот, ну, конкретно вы, допустим, вы постоянно в теме, да, что происходит в мире. Допустим, как вы принимаете решение, что вы должны помочь людям? Вы ждете инициативы снизу, да, то есть, люди как-то обращаются. На примере. Как вы повлияли, может быть, на какой-то решения? Каждый из нас представляет свою одни государственную организацию. И гражданский альянс – это та организация, как будто… Как платформа, да? Как платформа, или как организация, которая объединяет объемы организации. Да, ну, крышу. Как бы организация, которая объединяет все организации. И старается создать такую среду, чтобы действительно негосударственные организации в Латвии могли хорошо работать, чтобы это и финансирование было нормальное, и чтобы сознание было у людей такое, что ты можешь повлиять на что-то. И у нас в гражданском альянсе есть очень хорошие проекты, которые мы реализовываем, и которые основаны на том, что мы видим какую-то проблему. Например, маленький гражданин, мы идем в школы и рассказываем о том, как ты можешь повлиять на решение в государстве, как ты можешь жить в нашем государстве, как происходят процессы, чтобы ты уже с юных лет знал, как государством правят, и что происходит в государстве. И каждый из нас представляет свою организацию. Например, я представляю организацию инвалидов и их друзей Appearance. И тогда мы тут, конечно, смотрим, что люди говорят, какие письма они к нам присылают, что говорят люди, когда мы собираемся вместе, какие социальные проблемы появляются в нашем жизни. А люди уже знают, что они могут к вам обратиться? Конечно, они знают и постоянно звонят. А вы же с чего-то тоже начинали, правильно? Конечно. То есть у вас тоже были первые дела, которые вы… Да-да, мы уже в прошлом веке начали, мы довольно такая старая организация. Но, в принципе, тогда мы видим то, что людям необходимо, и какие проблемы появляются. Или с социальными услугами какими-то, или какие-то другие проблемы, и мы стараемся их решать. И очень хорошо, что есть такая платформа, которая заботится о негосударственных организациях, несмотря на то, какую ты сферу представляешь. И в Гражданском альянсе уже очень много организаций, которые, например, за зеленую жизнь, за людей с инвалидностью, за другие проблемы, которые борются. За культуру. За культуру, конечно. И здесь у нас есть хорошая платформа, где мы все собираемся вместе, думаем, какая среда лучше, чтобы негосударственным организациям, в принципе, жить в Латвии было бы хорошо. И мы думаем о том, как привлечь финансирование, потому что это один из самых больных вопросов всегда. И я думаю, что мы очень много достигли, и это хорошие примеры. На улице, может, вы немножко побольше рассказали, что нам удалось даже из государственного бюджета получить деньги для финансирования не государственных организаций, а для проектов. Вот сейчас об этом поговорим. Прозвучало слово «финансирование». Мы, конечно, поговорим об этом. Я хочу разбудить немножко наших слушателей, которые после четырех дней, наверное, чуть-чуть отошли от таких активных каких-то вещей. Пожалуйста, звоните. Интересен ваш опыт. Вот вы обращались когда-нибудь в негосударственную организацию? Чем вам помогли? Или, может быть, наоборот? Вот ваш опыт. Может быть, вы вообще не знаете, куда и зачем идти, в каких случаях. Пожалуйста, звоните 672-12-939 и 672-13-939. И также можно писать нам на WhatsApp 230-6191. Это еще удобнее. Ну вот про финансирование. Ну вот, насколько известно, разные источники бывают в финансировании. Так вообще, если говорить о мире, там это и пожертвования, и членские взносы, да, и в том числе фонды, и, естественно, государственное финансирование. Вот интересует государственное финансирование в первую очередь. Почему негосударственные организации используют государственное финансирование? Нет ли в этом конфликта интересов? Мне кажется, что конфликта нет, потому что негосударственные организации обычно говорят, что негосударственные организации – это основа демократии. Это возможность людям собираться вместе и говорить какие-то свои вещи, может быть, не всегда уютные для государства, но которые необходимы тем людям, которые живут в этом государстве. Я думаю, что это очень важно. И то, что государство дает деньги для разных проектов, чтобы ты мог осуществить свои проекты, свои идеи – это хорошо. Но нехорошо то, что не всегда государство дает эти деньги. То есть нет регулярного финансирования? Нет регулярного финансирования. Есть некоторые фонды, например, фонд социальной интеграции, где ты можешь проекты писать и получить какие-то финансирования. Но это не очень много, довольно маленькие деньги. Но, в принципе, сейчас появилась возможность немножко больше получить из государства, потому что тоже как раз наша организация, гражданский альянс, очень повлияла на государственных чиновников, на политиков, чтобы эти деньги были. Каким образом вам удалось это сделать? Я могу сказать то, что Ива разговаривала. Я бы не говорила, что у нас не всегда есть какие-то сферы, например, Валскултур, капитал фонд, где регулярно государство дает деньги. Это можно было бы давать больше. Они всегда финансируют. Это тоже этические линейки. Нет, но очень редко такие проекты, когда государство дает 100%. А проект такой сложный. Потому что надо платить. Да, надо все равно смотреть, где еще добыть деньги. И тогда эта модель финансирования не так, что в этой негосударственной организации живут там 100% на государственные деньги. Это не так. Если бы это так было, это было бы плохо. Потому что тогда бы общественные организации не могли, наверное, делать то, что Иваш сказал. Идти с мнением, которое не всегда совпадает с главным политическим мнением. Давайте мы примем звонок от слушателя, а потом продолжим. Вот наденьте наушники. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот. Пока мы говорили. Слушатель не дождался. Не перезванивайте. Я видела, что вы звоните. 6-7-2-12-9-3-9 и 6-7-2-13-9-3-9. Телефон прямого эфира. Да, есть звонок. Надевайте наушники, если сняли, пожалуйста. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Вот у меня, когда муж лежал в Вайворе, там это целый этаж спинальников. Очень много было после аварии мотоциклетных. Но там никогда не видели ни одного представителя этих общественных организаций. Скажите, а вы вообще ходите по вот таким учреждениям сами? Говорите, потому что никто ничего там не знал. Они болели все эти инвалиды. Это какие годы были? Скажите, пожалуйста. Ну это был где-то 10-11 год. Ясно, да, спасибо. И задача ли это ходить вот таким? Да, я думаю, я знаю, что в Вайворе есть неказадарственные организации, которые как раз объединяют людей с инвалидностью, спинальников. И они там работают вместе, чтобы организовывать какие-то спортивные мероприятия, чтобы информировать какие-то, про такие вопросы, которые ты можешь, что обеспечивает государство или что обеспечивает самоуправление. И помогают людям просто понять все те социальные вопросы, которые появляются, когда у тебя появляется инвалидность. Это очень сложная система. И такие организации есть, конечно. Но их же никто не может, поскольку они государственные, у них нет таких обязанностей. Обязанностей нет, но, наверное, есть какие-то цели у каждой организации. И тоже у нашей организации есть цель помочь людям с инвалидностью. И мы довольно регулярно едем в разные реабилитационные центры и рассказываем не только о действиях своей организации, но и о том, какую-то помощь ты можешь получить, если тебе необходимо. Может быть, получилось как-то, что в те дни просто никого не было. Но, в принципе, информация есть там, доступная. Ну, это еще мы, если мы возвратимся о том, вы говорили о финансировании и о конкуренции, то я бы могла сказать, что финансирование очень идет вместе с активностью негражданской организации. Потому что многие гражданские организации работают без средств вообще. Это активность самых этих активистов, индивидов, которые сделали эту организацию. И вот если мы в радио, тогда я бы сказала, что каждый человек, который чувствует, что у него есть свободное время, и он хочет, вот, может быть, госпожа сама хочет что-то активно делать. И думаю, что каждая организация была бы очень рада, что такие люди приходили, потому что у нас всегда не хватает людей, которые были бы готовы делать, идти. И если о финансировании, то да, это тоже. Нужно людей, чтобы организация могла работать все время, чтобы могли писать и придумать проекты, чтобы могли собирать пожертвования, чтобы вот... Чтобы было место, где просто прийти и вместе посидеть, поговорить. Офис должен быть, конечно. Да, да, все это. По поводу финансирования, вот даже готовясь к эфиру на вашу страничку, когда зашла, не у всех государственных учреждений, которые получают на это деньги, и в том числе деньги на то, чтобы содержать там те же страницы, есть настолько полная информация, актуальная. То есть вы так следите, понятное дело, что это как бы, ну, возможно, там не за деньги делать, а просто люди, ну, вот, порядочно как-то умеют организовываться. Но у вас ведь действительно, вы не знаете, что будет в следующем году. Получите вы финансирование и получите. Будет пожертвование и не будет. Выделят какой-то фонд или не выделят. То есть у вас постоянно в таком стрессе живете? Подверженном состоянии. Я бы хотела дополнить, что есть много уровней финансирования. Есть, во-первых, самоуправление, где мы видим тоже в регионах. И в Риге тоже. И в Риге тоже конкурсы проектов, например, в Елгаве. Почему есть такие конкурсы проектов? Потому что, например, Елгавская дума не будет заниматься, не знаю, как молодежь проводит свое свободное время. Есть организации, которые это делают, которые подавают проекты в Елгавскую думу. Этот региональный. Ну, я бы не сказал, что это такое независимое финансирование. Они должны быть лояльны к самоуправлению и так далее. Но когда мы говорим о национальном финансировании, это очень важно тоже для организации, для Альянса, чтобы мы могли работать независимо. И есть тоже, наверное, знаете, что есть международное финансирование, всякие программы, например, Erasmus+, и так далее. И Альянс в прошлом году выиграл тоже конкурс. Мы создали большие консорции, организации, выиграли право. Сейчас у нас будет доступно 8,5 миллиона евро для организации в Латвии. То есть на определенное количество, да? Да, это на следующие 5,5 лет. Норвежский государственный деньги, фонд, который будет работать. Он уже был в Латвии, администратор был собередливый интеграции из фонда, но сейчас этот консорций, не государственная организация, будет этим заниматься. И что именно финансируется? Какая деятельность? Ну, это как раз будет та возможность, что разные негражданские организации в Латвии смогут писать проекты, на этот раз уже в гражданские альянсы, и получить деньги, чтобы реализовывать свои идеи. То есть это не тематически на одну тему какую-то, да? Нет, это очень разная тема будет и разные проекты. И чем разнее, тем разнее, да. И есть какие-то сроки уже для этого или что? Ну, начнется, наверное, где-то... В конце этом году, это самое раннее. В конце этого года? Да, в конце этого года. А зависимость от фондов существует? Вот вы сами говорите, разные страны, и было там несколько, наверное, уже десятилетий, можно сказать, фонд Сороса тоже, который там со стандалами уходил из Латвии, в том числе и финансирование некосударственных организаций. И вот как вы чувствуетесь на сегодняшний день? Я бы сказал, что так как у нас есть доступны всякие фонды, и тоже Европейский Союз, там есть очень много программ, где мы можем писать проекты. То есть это не одно... Нет такого донора, который у вас постоянно? Это много маленьких фондов? Или это несколько... Отвечаю на ваш вопрос, который вы спрашивали каждый год, или как мы знаем, да, очень немало фондов, которые дают деньги больше, чем на 2-3 года. Нормально это на год, иногда даже меньше. И в этом смысле, да, это очень трудно. Если мы говорим про маленькие организации, у них, может быть, это даже лучше, потому что проекты, которые они реализируют, они не такие уж большие, и им, может, и хватает на 5 месяцев, они отдают отчёт, и всё сделали, что они хотели, потом могут думать, может быть, уже следующая идея. Но если мы говорим про организации, которые большие, как Гражданский Альянс, или как Земглс, и даже Аперанс, то мы работаем, ну, я бы сказала, Илктер меня. Да, долгосрочно. Долгосрочно. И это очень трудно, если ты не знаешь, будет или не будет у тебя финансирование. И вот Латвийский Гражданский Альянс тоже одна из задач, думать, как сделать эту систему финансирования государственных организаций такую, чтобы мы не были... В стрессе. Чтобы мы могли бесперебойно работать. Да, и чтобы не было бы одного фонда или одного финансового источника, или донора, чтобы нам надо было... Вот у нас была такая ситуация, что вот эти норвейские деньги, которые были в прошлом планированном периоде, что очень много организаций так поля в вас положились, наверное, на то, что эти деньги там будут, и, может, немножко забыли о том, что есть и другие каналы, что надо думать и о том. И когда эти деньги закончились, или вот вы говорили про фонды Сороса, это было больше актуально в 90-х, в конце 90-х, очень многие организации расслабились, расслабились, и потом, когда эти деньги кончились, тогда был такой, как немножко, как кризис, что не было других каналов, и люди были, ну, как-то уже... Ну, они уже привыкли получать какие-то деньги, что это... Стали не спланировать, и так далее, и вот теперь мы больше думаем о том, как это... Разнообразие сделано. Разнообразие. И вообще про прожертвование тоже, что вы говорили, это очень активная тема, и еще другая, я тоже не знаю, как это по-русски, сам я это сказал, Дарбейба. Ну, хозяйственная деятельность. Да, эти две источники тоже очень, ну... Значимая часть какая-то. Значимая. Значимая часть, да. Да. Их нужно, чтобы не было это... Перерыва. Перерыва, да. Да. Давайте мы еще примем звонок, у нас звонки, и по WhatsApp тоже есть два вопроса. Сейчас зачитаю. У нас, напомню, в гостях Латвия Спилсова наискал Янса и трое представителей Улдэс Думеньш, и Варсбал, и Сызайга Пуце. Слушаем вас, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я хотел бы задать вопрос вашим гостям. Да. Скажите, вот много денег выделялось на интеграцию общества. И скажите, куда они были потрачены, если еще до выборов в этот наш ваш Валдейбор. Угу. Уже были начерчены красные линии. Угу. Да, спасибо. На интеграцию. Ну, это, наверное, немножко политический вопрос. Это сильно политический вопрос. Да, да. Такими политическими вопросами мы, наверное, не занимаемся, но как раз наоборот. Мы стараемся, чтобы разные люди вместе что-то делали. и в нашей организации тоже есть и русские люди, и белорусы, и латыши, и все вместе стараются что-то хорошее сделать. Конечно, интеграция – это очень сложный вопрос, наверное, но делая какие-то идеи и работы вместе, я думаю, что это самый лучший метод интеграции, и ты можешь вместе с другими национальностями работать, и тогда уже узнать, как думают другие, может быть, люди, и что происходит. Но это самое лучшее – работать вместе. Насколько я знаю, интеграция подразумевала не только объединение людей на разных национальностях, но интеграция – это была и интеграция инвалидов в общество, например. Да, но это, наверное, какие-то другие фонды. Я думаю, что тот человек, который звонил, думал какие-то другие проекты интеграции, не знаю, просто фонд интеграции, он действительно объявляет конкурсы периодически и проводит, и различные медиа участвуют, в том числе наша программа тоже, наша радиостанция тоже принимала участие, вы слышали программу здесь и про города Латвии, так что, да, это было. Ну, вот, вопрос из WhatsApp хочу задать, Станислав задает, доброе утро, хотелось бы, чтобы гости дали побольше примеров успешных общественных организаций, что они конкретно делают, зачем создаются примеры успешной работы Альянса, именно примеры, вот хочется, да, вот мы про АПРОНС уже говорили, но я говорю, что может быть наши слушатели даже и не замечают, но у нас в гостях регулярно, абсолютно чуть ли не каждую неделю бывает кто-то из представителей различных негосударственных организаций, вы знаете, хорошо, первое, что мне приходит на ум, это Центр Марта, ДАРДЭДЗ, да, ну вот различные, но может быть вы дополните, вот ответьте, пожалуйста. Ну я могу сказать примеры из сферы культуры, потому что, ну может это больше то, что люди встречают и видят, но может они не знают, что это не гражданские организации, которые это сделают. Например, у нас есть есть Пурвиша Баула, что у нас есть очень многие, например, если вы знаете музей КИМ, Кассер Макс, он называется, это тоже не гражданское, есть театры, например, ДАТИДИЛ ТЕАТРО или ДАТРО ДЕСЕЛ ТЕАТРО, они тоже не гражданские организации, и вот они все время делают, есть спектакли, есть дискуссии, у моей организации тоже есть журнал САТОРИЛ В, мы тоже пишем про всякие активные темы, стараемся осуществлять качественный диалог, про всякие темы, ну, так, это много. Здесь можно перечислять только одну нашу программу, сидеть и, в принципе, приводить примеры, потому что это, во-первых, по разным темам все подразделяется, да, то есть там и организации, которые защищают животных, и организации, которые защищают природу, да, людей с различными заболеваниями, общество больных диабетом, общество больных там, чем еще, сердечными, кардиологическими, и так далее, и так далее, то есть можно бесконечно. А если мы говорим про Альянсу, то мне кажется, там уже Улдис вначале сказал, что Альянс больше такая организация, ну, вот если о конкретном, то этот юный, новый гражданин есть этот проект, который мы едем в школах, там есть такая игра, где школьники могут участвовать, да, и придумать, как они могут что-то сделать для среды, которые они живут. Как повлиять можно. Как повлиять, да, а так мы больше в Альянсе работаем больше с газуправлением, и идем на 250 заседаний в году в Альянсе. Да, да, это так, и в СЭИМ, и в Кабинетский министр. Да, завтра у нас тоже, и это все, ну, может, это не так скоро сказать, что, вот знаете, вчера мы были там в министерстве финансирования, и завтра уже у нас есть деньги, но вот то, что Ива разговаривала, и Улдис, по-моему, этот фонд, государственный фонд для негражданских организаций, это была работа, мне кажется, уже 10 лет, и вот три года назад мы добились того, что этот фонд появился, и в этом году впервые в этом фонде дали столько денег, сколько было написано в национальном плане развития, так что мы делаем такую работу, которая может не так скоро несет результат, но когда несет, тогда он хороший, и еще это хорошо, знаете, вот в госуправлении тоже работают люди с своим опытом, и они могут сделать такой закон, который они думают, что лучше, но вот когда государственные организации приходят, они могут рассказать свой опыт и сделать этот закон более квалитативным, чтобы он был лучше для нас всех, это та работа, которую делают большие организации, которые работают с госуправлением и законодательными. Да, у нас не так много времени остается, у меня еще несколько вопросов есть, Настя тоже, и тут вот в WhatsApp, в WhatsApp вопрос уже зададим, ну, один из, извините, вы написали очень много, почему голос независимого человека не воспринимается системой, а только голос организации допускается до защиты своих прав и выражения своего мнения в обществе? Это не так, в Альянс может вступать и индивидуальный человек, это то, что я сначала говорила, что есть и неформальные формы активное участие, да, и Альянс тоже открыт для индивидов. Ну, я могу покомментировать, если будет, я буду один идти в Елгавскую думу и сказать, что мне там не нравится одна улица, как они построили, государство, извините, самоуправление будет сказать, ну, и один, это мое мнение, это мое мнение. Но когда есть организации, где уже сто людей, например, объединяются, тогда это уже другой... Это уже как минимум сто голосов, которые вот недовольны этой улице. Ну, конечно, это эффективнее намного. Остальные два вопроса я прочитала, вы на них уже ответили, переслушайте программу. Вот есть такая, ну, во всяком случае, в Финляндии, опять же, форма финансирования как благотворительные завещания. У нас есть что-то подобное? То есть, человек оставляет... Фонд университета, Латвийского университета, у них очень многие пожертвования меценатов. Есть такое, да? Да, да. Ну, не очень часто это бывает. Но у нас не очень популярно еще это, да? Не очень популярно, да. Ясно. А вот каждая государственная организация имеет право собирать деньги. Вот, ну, получается так, любой создал какое-то общество и тут же объявил сбор средств, а потом средства и куда-то делся. Я думаю, что да, но это ну, просто зависит от насколько популярная организация, какая цель для пожертвования, собирания пожертвований. Ну, можно же мошенников так привлечь. Ну, да, и в социальной сфере очень много мошенников было, и мы тоже очень часто комментируем о том, что есть какие-то фонды, которые появляются вдруг и собирают деньги для людей с инвалидностью или детям-инвалидам, которые вообще не фонды, которые, ну, действительно мошенники были. Как людям проверить это? Ну, это, наверное, надо, то, что мы с полицией говорили, что просто надо смотреть веб-страницы, и если есть какие-то подозрения, тогда, ну, сразу не перечислять, да? Ну, я бы еще могла сказать, что есть такая форма для организации, называется Сабиадриска Алабума Организация, если это только 2700 организаций, вот всего это большого количества, да, и эти организации можно проверить в веб-сайте вид и посмотреть, если такая организация там есть, и там они написывают, что они делают, ну, можно позвонить комиссию, если человек не, ну, не уверен в том, что это хорошая организация, то в этом списке те организации, которые уже служба, налоговая служба уже смотрит более, побольше, и тогда уже тем организациям уже, тем организациям можно доверять. Времени совсем мало, поэтому коротко попросим ответить по поводу вот вид, да, уже не первый раз за программу упоминается, как налоги и негосударственные организации для вас есть какие-то послабления, или вы в полном объеме платите, как это происходит? Мы платим в полном объеме, если мы не это с обедом с коллабом и организацией, все так же, как другие. Как понять, пользу или не пользу? Вот культура тоже польза для кого-то. Ну, там есть критерии, по которым уже смотрят, если это общественное польза или нету. Но тем организациям, которые уже статус этот дали тогда, им, конечно, легче, потому что самоуправление может дать, например, помещение бесплатно или какие-то другие льготы есть, чтобы получить какие-то финансирования. для тех, которые пожертвуют. То есть, если вы на пожертвование существуете или какая-то часть, то там меньше. Да, можно и юридические персоны, и индивидуальные могут получить льготы. Спасибо большое. У нас все уже со временем так быстро пробежало. Утро на Болткоме сегодня приходили представители Латвии Спилсона Искал Янс, председатель Совета Улдис Думеньш, член Совета Иварс Балуадис и тоже член Совета руководителя направления стратегии политики действия Зайга Путса. Они тоже все представляют негосударственные организации. Спасибо, удачи вам, до свидания. Спасибо. Спасибо всем.